Мой младший сын сразу угадал, что это будет. Да-да, не только цветочки я леплю. Если вы лепите из полимерной глины и собираете полностью тонировать изделие, не берите белый цвет глины, он марки, а вот серый или бежевый самое то. Бумажный эскиз нарисован был от руки, а основа была вырезана на ровном пласте. А вот объем головы и туловища наращивала дополнительно. Перышки расплющивала на рабочем столе и шила, процарапывала бороздочки. Ох, перышек нужно много и на хвостик, и на крыло, но помимо длинных перьев нужны будут еще и маленькие каратыши. Перышки создают легкость и добавляют объем в тех частях колебли, где его не хватает. И всегда сглаживайте последний ряд перьев в том месте, где они перерастают в тельце. Помимо крупных перьев еще нужно сделать на голове и туловище мелкие насечки, имитирующие мелкое оперение. Удобнее всего это делать острем шилом. Как видите, никаких профессиональных инструментов нам не нужно. Теперь начинается самое интересное. Тонировка сухой пастели. Это прям магия какая-то, когда яркие краски, бесформенный кусочек глины превращает во что-то удивительное, и это удивительное творение ваших рук.